Новосибирские врачи прооперировали необычного пациента, новорожденную девочку с пороком брюшной полости. Гинекологи на Алтай даже отговаривали маму рожать, но семья переехала из Барнаула в Новосибирск, чтобы сделать операцию. Подробнее Наталья Цопина. Это сейчас педиатры отмечают. Физическое и психическое развитие девочки в норме. Год назад алтайские врачи были категорически против продолжения беременности. На первом УЗИ поставили диагноз. Порок развития – гастрошизис. Нам врачи сказали прерывать категорически в этот же день. Никаких других вариантов вообще не предлагалось. Гастрошизис – врожденная патология, аномалия развития передней брюшной стенки. Через отверстие в ней выпадают петли кишечника, иногда и другие органы. В области ежегодно появляется на свет около 10 малышей с таким диагнозом. Как только рождается такой ребенок, сразу же помещается в отделение, ну, как правило, с такой патологией выделение и реанимация новорожденная. И после нашего осмотра мы уже выставляем показания к экстренному оперативному вмешательству или отсроченному. В данном случае это было экстренное оперативное вмешательство у этого ребенка. Анна вспоминает, врача сразу стали искать там, где чаще оперируют детей с таким диагнозом. Друзья посоветовали обратиться в соседний регион, к главному детскому хирургу Новосибирской области. Алексей Грамзин не отказал. Ориентировались на результат ультразвукового исследования. Оно показывало – порог небольшой. Однако к косметической операции дело не обошлось. Диагноз подтвердился. Вот там оказалось осложнение, то есть некроз кишки. Поэтому сразу интероперационно пришлось сделать резекцию кишки и вывести стому. Маленькой Алисе практически сразу после рождения пришлось перенести три операции. Однако, говорит мама, главные испытания были впереди. Реабилитацию Алиса проходила в отделении патологии новорожденных. Проблема была в том, что кишечные петли были достаточно поражены, и они были не готовы к тому, чтобы воспринимать питание обычным образом. И поэтому вот у этого ребенка конкретно очень долго мы проводили парентеральное питание, потому что любые попытки расширить обычную еду через обычным образом, они сопровождались сразу развитием гастроэнтестинальной недостаточности. Как живут дети с диагнозом гастрошизис? Насколько часто рождаются малыши с пороками развития желудочно-кишечного тракта? И может ли Алиса вернуться домой в Барнаул? Смотрите в воскресенье 6 августа в программе про здоровье. Наталья Цопина, Константин Менин, Сергей Жданов. Новости ОТС.